В современных зданиях основными источниками шума являются технологическое и инженерное оборудование. Это насосы различного назначения, холодильные машины, градирни, внешние блоки кондиционеров, а также вентиляционное оборудование. Практически все проектировщики инженерных систем УВК понимают важность мероприятий по виброизоляции оборудования, но, к сожалению, очень часто выбирают решения, которые не способны эффективно защитить от вибрации и структурного шума. Кроме того, акустически верное решение легко может быть испорчено во время реализации. Рассмотрим типовые ошибки. В качестве виброизоляционного материала под фундамент насосов выбирают экструдированный пенополистирол, который имеет низкую плотность, но не обладает низким модулем упругости для обеспечения необходимого эффекта. По той же причине часто переоценивают возможности резинового компенсатора между насосами и трубами. Он выполнен из довольно плотного материала с армирующим кордом, основной целью которого является устранение механических напряжений в месте соединения. Соответственно, пренебрегают жесткими связями трубами и строительными конструкциями, опасаясь за целостность системы. И, наконец, прохождение труб через ограждающие конструкции здания часто даже при наличии гильзы из упругого материала жестко заделывают цементно-песчаным раствором. Хорошим примером служит холодильный центр в одном из московских жилокомплексов премиум-класса. В результате ряда ошибок, допущенных при проектировании и монтаже системы хладоснабжения, при ее работе в жилых помещениях квартиры было зафиксировано 40 ДБА. Это очень существенные превышения допустимого уровня шума, который составляет 25 ДБА. На объекте рассматривалось две группы источников шума. В первую группу входили насосы и чиллеры, расположенные через этаж от рассматриваемой квартиры. Вторая группа – это градирни, шум от которых проникал через окна. На этапе начала работ были выявлены основные проблемы. Все трубы холодильного центра были жестко закреплены к перекрытию. Вспомогательные стойки жестко скрепляли фундаменты насосов с потолком помещения. Теплоизоляционный слой под крепежными хомутами не обеспечивал виброизоляции. Чиллеры были установлены на основание через штатные пружинные виброизоляторы, которые при установке перепутали и не учли, что давление на основание под опорами отличается. В результате одни опоры были недогружены, а другие перегружены. Коллекторы и часть трубопроводов имели жесткое опирание на пол. Шумозащитные экраны на улице обеспечивали низкую эффективность из-за недостаточной высоты. Хотелось бы сказать, перед началом работы мы понимали, что столкнемся с полным демонтажом-монтажом системы хладоснабжения, холодильных машин, насосных агрегатов, трубопровода. После выполнения обвязки трубопровода при помощи виброизоляторов мы должны обеспечить надежность данного крепления, долговечность работы холодильного оборудования и в целом всей системы хладоснабжения данного здания. Я считаю, что не каждая организация возьмется в существующем здании выполнять данные виды работы при условии демонтажа-монтажа всего оборудования и крепления нового трубопровода, как и в вертикальных и горизонтальных участках. Для замены экструдированного пенополистирола под фундаментами насосов было принято решение вывесить конструкцию при помощи цепной талии. Для этого потребовалась установка временных креплений из швеллера. После всех подготовительных работ под фундамент был уложен материал силомера SR18 толщиной 25 мм в качестве ленточных опор в два слоя. На основании предоставленной информации о нагрузке на траверсы были подобраны опоры Vibroflex SM, использование которых достаточно сильно упростило процесс виброизоляции уже установленной комплексной конструкцией труб. Были применены и нетиповые решения, которые рождались буквально на объекте, такие как применение Vibroflex SM в качестве подвеса. Самым сложным вопросом была виброизоляция неподвижной опоры, установленной на верхнее перекрытие технического помещения. В этой точке закрепляется вся система труб, и с одной стороны стояла задача надежно зафиксировать их, а с другой – выполнить качественную виброизоляцию. Прохождение труб сквозь перекрытие было выполнено через металлические гильзы с упругим слоем из минеральной ваты. Пружинные виброизоляторы под чиллерами были в правильном порядке установлены под соответствующие опоры и дополнительно снабжены подкладками из материала Silomer SR450 для исключения снижения эффективности на средних и высоких частотах. Для защиты от шума градирин были установлены шумозащитные экраны требуемой высоты. Все внешние трубопроводы и градирни были также виброизолированы при помощи опор Vibroflex SM. Все мероприятия по защите жилых помещений от шума холодильного центра были выполнены путем слаженной работы всех участников проекта. Предварительное обследование и выдача эффективного решения, поставки материала в кратчайшие сроки, техническое сопровождение плюс безупречный монтаж – все это дало потрясающий результат. Шум от холодильного центра снижен в помещениях квартир с 40 ДБА до 20. Помимо выполнения санитарных норм, шум снижен до фоновых значений. А это многое значит. Другими словами, работа инженерного оборудования теперь не только не мешает комфортной жизни, но и абсолютно не слышна в квартирах. Редактор субтитров А.Семкин